Сделано на лейбле подкаст-бар. В этом эпизоде. Очень красивый клюв, в том числе и у меня. То есть, если тебе жизнь твоя не важна, то приходи, я дам тебе совет. Ты уже шесть лет как раскрыт. Вот это тебе будет прикольным комментатором. Да, 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 мы любим с позом закуситься. Там есть комментаторская кабина, которая проклята. Всем привет. Это новый выпуск подкаста «Конкурс комментаторов». Сегодня важнейший день. Мы объявляем 12 финалистов, которые отправятся на телевидение. И даже их, может быть, узнают родственники, которые увидят их на Матч ТВ. Меня зовут Роман Нагучев. И вместе со мной этот подкаст, в котором будут определены 12 человек, которые получат заслуженную славу, проведет мой тезка Роман Косицын. Ром, мы тебя приветствуем. Здрасте, здрасте всем. Я так понимаю, что сегодня необычный выпуск. Обычно два гостя находятся в одном месте, да? А я, получается, приехал на твое рабочее место. А ты находишься где-то там у себя и тусуешься. И мы будем вообще с тобой, действительно, как комментаторы NBA определять, что за комментаторы. Ты будешь на комментаторской позиции, смотришь все сверху, а я, наоборот, сайдлайн-комментатор, так они называются в Америке, сайдлайн-репортер. И вот я как раз буду вещать, что называется, с полей. Класс. Смотри, Александр Соколенко, который будет нашим первым финалистом, ему 26 лет, он из Калининграда, он филолог, учитель русского языка и литературы. И сейчас мы послушаем, какую запись он прислал и как он попал в финал. С лалом Кучаева. Ускорение. Брат не финти, как говаривал Фаму Савчатскому. Также и динамовские защитники словно увещеваниями стараются совладать с Кучаевым. Горе от финта. И что, снова Васин будет зачинателем атаки? Нет, Мардишвили. Итак, вот как выглядит голос и лексика филолога, учителя русского языка и литературы из Калининграда Александра Соколенко. Ром, как ты думаешь, мы уже обсуждали это с Тамби, но сейчас нам придется это сделать снова, потому что слишком уж явно просится комментатором человек с фамилией Соколенко, да? А, что типа все птичьи фамилии, которые чтобы собрались в одном... Птичьи фамилии, конечно, конечно. Усив, Уткин, Соколенко. У тебя есть... У тебя есть какое-то объяснение этому феномену? Да, я думаю, просто процент фамилий, в которых есть корнем, существует какая-то птица велика весьма по России, мне кажется. А в данном случае я тебя спрашиваю, как у комика. Вот если бы у тебя был, допустим, такой вот материал, да, ты вдруг обнаружил закономерность, что все комментаторы становятся... Ну, комментаторы становятся комментаторами, если у них есть птичья фамилия. И вот как бы ты обыграл эту историю как профессионал? Я не знаю, как я бы обыграл. Я вообще бы не стал бы шутить на тему комментаторов, потому что все-таки это более узкая специализация. То есть если будет корпоратив ребят Матч ТВ у вас там внутренний, то я, естественно, пройдусь по всем. И возможно выяснится, что Адамян есть такая птица тоже. Ну, типа где-то летает в горах Кавказа, приземляется на какие-то горы, и, в принципе, это, в принципе... У нее очень красивый клюв. Очень красивый клюв, в том числе и у меня, на самом деле, поэтому... Я думаю, что Адамян, будем считать, это первая птица, получается. Женский вариант явяныча был. Вот. Так, я не знаю. А потом они сорвали яблокян, их соблазнили змеяны и все такое. Ну, логика примерно в ту сторону. Я не знаю, как объяснить. Другое дело, что и Уткин, и Гусев, ну и в какой-то степени Орлов харизматичностью, но не комментаторской, плюс еще какая-то такая немножко необычная харизма, оправдывают все в порядке, оправдывают полностью свое пребывание в статусе одних из лучших комментаторов страны. Смотри, Александр, филолог, учитель русского языка и литературы. Наша профессия предполагает, как, впрочем, и твоя, шикарное владение русским языком, да? То есть, если у тебя плохо с языком, в целом у тебя может получиться, но тогда твоя аудитория будет, соответственно, с несколько пониженным IQ. Как ты думаешь, в профессии комментатора, вот что важнее, знание русского языка или знание матчасти в футбольных тонкостях? Да, знаешь, о футболе что важно, быстро бегать или хорошо бить? Мне кажется, важно и то, и другое. Умение оперировать, хорошая база знаний, умение оперировать различными приемами русского языка, использование всяких там юмористических составляющих и просто каких-то метафор, афоризмов и других способов, естественно, все приветствуется. Потому что чем шире лексикон и мировоззрение, тем, наверное, лучшую комментатору легче гораздо, и лучше воспринимается он. Но важно не переборщить, правильно я понимаю? Ну, естественно, если ты будешь за умные какие-то фишки задвигать, то вряд ли ты найдешь свою аудиторию. Ну, ты не найдешь свою аудиторию, но она будет такой же занудной, как и ты сам. Так, с учителем русского языка и литературы мы разобрались, а теперь самое время послушать Анастасию Гундрову из Москвы, которая получает журналистское образование, и скоро у нее экзамен. Так, давай посмотрим, может быть, она во время еще обучения в универе уже будет иметь работу на телевидении. Тем временем мяч у Дивеева, на Васина, и таким достаточно длинным пасом прямо на ногу Влашичу, и он идет один, и можно бить, и нет, к сожалению, это снова все еще не гол. Хочешь, я тебе расскажу смешную историю про коллегу, которому тоже было 18 лет, когда он стал комментатором, но высшее образование он категорически не хотел получать? Так, рассказывай. Павел Занозин, его зовут... Давай, его зовут Павел Занозин, скажем, условно. Любое имя и фамилию возьмем, например, Павел Занозин. Надо сказать, что сейчас у Пашки есть высшее образование, но когда он только-только стал комментатором, он категорически отказывался его получать. Он считал, что все самое главное получается на практике, а вовсе не в ВУЗе, и вообще это образование не имеет никакого значения. По-моему, так перед мамой отмазываются, когда в универ не хотят поступать, учиться. Говорит, да я бы на практике считаю. Да, хотя я ему доказывал, что в целом это может пригодиться, почему бы и нет. Но, как показала практика, теперь мне тоже кажется, что оно не обязательно. Потому что все, что происходит в нашей профессии, это можно получить только на практике. Потому что люди, которые приходят из журналистского ВУЗа, они, как правило, сталкиваются с тем, что их учили вообще не там. По-моему, высшее образование, как и деньги, ты понимаешь, что они не особо важны и нужны, только когда получил. Ром, вот у тебя юридическое образование, оно тебе пригодилось в жизни каким-то образом? Да, я считаю, пригодилось. Во-первых... Расскажи какую-нибудь историю, когда тебе это пригодилось прямо на практику. Давай, историю из жизни Романа Косицына. Нет, я не приведу глобального факта. Монетизация единственная была, когда я написал блог в стендап на ТНТ, что я работал юристом в Воронеже. А так, ну, я проработал три месяца юристом. Это первое. А второе, то что... Больше, чем я экономистом. То есть, чтобы понять, что юриспруденция это не мое, мне вот хватило трех месяцев. Плюс появилась та отрасль, когда я понял, что это действительно мое. А на практике не скажу, что тебе там где-то... Ну, договоры, естественно, до сих пор. Я там сам все смотрю, и там друзья иногда спрашивают. Но это так же, как у врача спрашивают. Там, а что вот у меня температура поднялась? Что мне делать? Ну, я как стоматолог тебе сейчас считаю, что стоит вот это вот принять. То есть, если тебе жизнь твоя не важна, то приходи, я дам тебе совет. А если ты там сильно переживаешь по какой-то отрасли, где тебе требуется консультация серьезного специалиста, лучше не ко мне. Дело в том, что это напомнило мне историю, которую рассказала Анна Владимировна Дмитриева. Она говорила, что когда Владимир Макиславович Маслаченко что-то болело, они много-много лет дружили. Вот что-нибудь там произошло у Маслаченко, вот он там, заболела голова, или там что-то там со спиной. Он сразу же звонил Анне Владимировне. А Анна Владимировна, как известно, не врач, а теннисистка, и в целом ей недоступны такие опции, как... Так это же все происходило во времена до интернета. А до интернета первое, кому ты звонишь, это какой-то женщине в твоем близком окружении. В моем случае это была мама. Да, ты звонишь, и она говорит, вот тебе способ лечения, пожалуйста. Либо, если она не знает, то иди в поликлинику. Но она фактически всегда знала, потому что я до какого-то возраста болел только вот простудой когда-то. Она про простуду, она там знала, что вот это вот там парацетамольчик, что-то там или что, я не знаю. Я не помню даже способов лечения. Либо, если все, у тебя все плохо и не помогают никакие таблетки, то вот мать-звездочка, держи, ты мажешь возле носа, понимаешь, что хуже не может быть, и такой, да вы, я в принципе, не болею. Звездочка помогает от всего, в том числе и от наших впечатлений, чрезмерных от Андрея Салмина из города Москвы. Ему 19 лет, и прямо сейчас мы послушаем, как он комментирует. Очередная верховая дуэль. Зурико подхватывает мяч на левом фланге. Будет смечать центр, будет. А удар. Ух, какой удар мощнейший штанга! Ой-ой-ой-ой. Колодем пушка страшная. Так бы сейчас отреагировал Георгий Черданцев. Смотри, Анастасия Гундерова 18 лет, Андрей Салмин 19 лет. У нас там будут еще молодые люди, до 25, их будет несколько. Но 18-19 лет, прям очень нежный возраст. Это еще подростки. Что такой комментатор вообще может дать зрителю? Вот ты, зритель, да, включил, сел на диван, включил свой любимый матч «Спартак-Динамо-Киев», и вдруг услышал 19-летнего комментатора. Твои действия. Дело в том, что если комментатор будет 19 лет, то вряд ли мужички нашего с тобой возраста являются его целевой аудиторией. Футбольная аудитория какая вообще? Наверное, 25 и выше, наверное, основная телевизионная. Это так, да. Соответственно, он... Со своими привычками, со своими обучиями. Со своим уже скептическим взглядом на молодежь уже. То есть с 25 до 30 это хотя бы еще люди, которые себя хотя бы ментально причисляют к молодежи. Хотя я там в 36, но я после 30 еще пару лет причислял. Соответственно, вряд ли 19-летний комментатор будет удовлетворять, скажем так, целевую аудиторию телевизионного футбола. А при этом, с другой стороны, возможно, он приведет свою какую-то аудиторию. Потому что явно это будет что-то динамичное, что-то не длинная мысль, когда будет прослеживаться у комментатора, а какая-то дробная, 15-секундная, вот как ты правильно говоришь, тикток. Поэтому наверняка что-то в этом будет удачное. Просто козыри, которые привыкли мы расценивать как комментаторские козыри, как широта мировоззрения, какое-то указание факта, ссылка на прошлое, или, в принципе, какой-то опыт, который может передать комментатор. У комика, кстати, тоже опыт ценится. Вряд ли будет козырем 19-летнего человека, но это и не надо от него требовать. У него другие козыри. Юрий Розенов, например, считает, что комментатор должен... Ну, то есть, журналистом ты можешь быть с 16 лет, потому что это все равно... Ты нарабатываешь опыт, живешь жизнь, да, со своими вот этими трудностями. И только после 25-ти можешь как-то вот подходить к микрофону как профессионал, потому что тогда ты что-то можешь дать зрителю, кроме как свои там представления о футболе. Есть еще что-то. В комедии тоже есть такое. В комедии тоже считается, что стендап-комик основные свои положительные качества и вообще раскрывается как артист после 30 лет, потому что он тоже должен быть уже состоявшейся личностью. Вот. Ты уже 6 лет как раскрыт. Или я как в фильме «Несносный Деннис», как ты помнишь, если помнишь такой фильм, там был цветок, который цвел 25 лет и раскрывался на 10 секунд. Вот я, наверное, ближе к этому. Следующий молодой человек, ему 26 лет, его зовут Леонид Бекренев, и он, я уже с ним познакомился, он очень любит теннис. И при этом он, по-моему, если я не ошибаюсь, «Твой коллега». Юрист? И это накладывает отпечаток на его речь. Да. Это накладывает... Или кто-то, кто работает вот в этой сфере. Кажется, вот в юриспруденции. Если я не путаю. Короче говоря, его речь очень специфична. Она наполнена перегруженными... Формальными фразами, я понял. Формальными, да, да, словами. Она очень странная, когда он пытается сказать что-то простое, получается очень сложное, потому что там навешано куча-куча-куча всяких. Есть специальный язык законодательства, в котором... Ну, юридический язык, в котором очень много формальных каких-то терминов, и сухой такой язык, который не свойственен жизни. То есть это сразу видно, что человек не из жизни как будто бы общается. Давай послушаем, что скажет Леонид. Но, тем не менее, именно Химки вводят мяч из-за боковой. Вновь Резван Мирзов разгоняет атаку. Отличная передача. Никем не прикрыт игрок Химок. Передача на Канате. Тот ставит корпус. Удар Идову и два-три. Два-три. Сумел Брайан все-таки сократить разрыв в счете в этом матче. Знаешь, как Дима сформулировал свое отношение к комментаторам? Он сказал, что есть комментаторы, которых я не люблю, и есть все остальные. Вот ты относишься ко всем остальным. По-моему... Это он мне сказал. А, тебе я сказал. Либо он просто... Да-да-да, ты относишься ко всем остальным. Я вот подумал, быть в общей массе, даже если она в целом неплохая, или все же выделиться даже чем-то плохим, потому что не привлекает внимание. У меня комплекс отличника, и там... У меня тоже такой есть. Почему-то комплекс, которым все гордятся. Нет, я не горжусь, а он противник. Да, у меня тоже есть. Так вот, когда он говорит, что... Я просто наш... Знаешь, это общество анонимных отличников, знаешь? Они все собираются, и типа, а тебя, тебя за что? Короче, то, что ты, получается, он говорит, кого я не люблю, и все остальные относятся к остальным, там планка все равно высокая получается. То есть, это, знаешь, это все равно, что я не люблю и перечислить миллион игроков, а не перечислить, там, Месси, Роналду, Дебрюйне, там, Ибрагимовича и Неймара, и сказать, вот это все остальные. То есть, я имею в виду, что это все равно высокая планка, наверное, я не знаю. Меня часто несколько раз за последнее время спрашивали, кто мой любимый комментатор. Я не сразу отвечаю на этот вопрос, но последнее впечатление от такого, когда меня, знаешь, типа, о, вот этот прикольный тип был, во-первых, давненько, во-вторых, это был Владимир Стогниенко. С тех пор я, наверное, не сильно вообще обращаю внимание, если честно, извини, если я там недооцениваю твою профессию, но я отвечаю честно, при этом у меня нет такого момента, что, о, прикольно, что вот этот вот комментирует. Ну, или есть, но тут ты тоже входишь в число этих комментаторов, не переживай. Ну, я не помню, вот мне он говорит, Роман Трушечкин, вот мне позов говорит, мне Роман Трушечкин вот где-то там взбесил, вот он раз сказал на видео, второй раз сказал, а я даже не сразу вспомнил такой Роман Трушечкин, если честно, вот я его видел, он, по-моему, комментировал «Спартак Сочи», да? Ну, меня, меня не сильно, по-моему, отвлекало это. Не помню. И не бесило, то есть вполне нормально. Ладно, давай послушаем еще одного комментатора, и потом я сделаю такое заявление, шокирующее заявление. Хорошо, шокирующее заявление. Следующий комментатор Дмитрий Бажанов. Ему 23 года, и он действительно комментатор, потому что он работает на телеспорте, у него богатый опыт работы на телевидении. Но сейчас мы его послушаем, а потом тогда мы сделаем два заявления. Одно твое шокирующее, а другое его. Внимание, Дмитрий Бажанов. Если что, Вар на этом матче работает, так что рефери из специальной комнаты должен вмешаться. И вы посмотрите, у Карпова-то там расквашено все, что только можно. Кровь на лице защитника ЦСКА, и скамеек армейцев реагирует. Тут негодует Гончаренко, еще и Василий Березунский подсказывает судям, мол, ребята, вы куда смотрите? Итак, Роман Косицын обещал сделать шокирующее заявление. Для этого он специально, вы этого не видите, это аудиоподкаст, но он специально для этого делает важное выражение лица. Итак, в 2006 году, нет, в 2007 году, информацию о том, что я сейчас расскажу, я тебе больше скажу, увидел в газете, по-моему. Или мне мама прислала, что вот типа вот в газете какой-то... Не помню, можно было тогда фотки отправлять? Ну, вряд ли. Короче, в какой-то газете, по-моему, в Спортэкспрессе или где-то. Я увидел объявление конкурс комментаторов на НТВ+, и я даже делал демку. Я тебе говорю, да. Это был мой конкурс. Вот, видишь, видишь, это когда ты выиграл. Я был в Новороссийске, это даже недалеко от тебя, получается, где-то было. Я в качестве... Почему 2007 год? Потому что я в качестве матча, который я собирался комментировать, выбрал Россию-Хорватию, когда на выезде играли, по-моему, 1-1 сыграли. Или 0-0? 0-0. Просто. 0-0, да, да, да. 0-0, да. Соответственно, тогда я еще не дооцениваю. То есть я не помню, я вроде даже отослал DHL-ам запись, но она так была записана, я не помню даже в какой программе я это делал. Возможно, там диск получили, и он даже не проигрался. К счастью, что не проигрался, потому что нет этой записи. Я наверняка, я подозреваю, потому что я слышу, как меня пару раз пародировали, и я подозреваю, что тембр голоса не самый сильный конек меня как комментатора. Да и уж речь поставленная тоже, думаю, вряд ли мой сильный козырь. Поэтому. Ром, но это было 13 лет назад. Тебе было 23 года. К этому времени не у всех был поставленный голос. И у меня он был совсем другим. Я слушал себя в своих первых репортажах, он был другим. Действительно. Ну, наверное. Но тогда как будто бы казалось, что, ну, что там вот матч идет, ты там какие-то просто свои комментарии отвешиваешь и так далее. Соответственно, я не ставил себе никаких рамок в сознании. Возможно, это было плюсом, а возможно, это было записи, над которой вот так вот поставились, такие, а, вот этот тип будет прикольным комментатором, как он думает. Ну, выиграл вот Роман Нагучев, видишь? Все-таки человек с именем Роман тогда прорвался. Ну, я выиграл все же Павел Занозин, я занял второе место, но все равно это была победа. Смотри, что сказал Дмитрий Бажанов. Я цитирую. Не сочтите меня нескромным, но я уверен, что уже сейчас умею больше, чем многие сотрудники, в частности, футбольные комментаторы Матч ТВ. И вот дальше. Я думаю, что как получается, его должны звать, как Дмитрий Бажанов его зовут? Дмитрий Ибажанович. Вот так вот он должен. Как Ибрагимович, только вот Ибажанович. Он очень уверен в себе. Это круто. Его книга называется «Я, Дмитрий». Да, наверняка. Я просто к тому, что Владимир Маслаченко говорил, что скромность дорога в безвестность. Есть такое. Но это заявление, но это заявление не через чур ли, мне там, меня никто не знает, но я умею уже больше. Откуда ты знаешь, что могу? Слушай, мы находимся на стыке двух уже, даже уже наступила давно вот эта вторая эпоха. Первая эпоха, это как нас с тобой воспитывали, там поколение 35, наверное, примерно заканчивается. Это скромность мужчины украшает. Не вычурным будь, будь воин, будь скромен. Вот такое вот, скажем. А сейчас уже давно доказано, что наоборот, будь собой, будь открытым, и зачастую это там ключ к успеху. Сколько людей благодаря социальным сетям, другим современным каким-то платформам достигают успеха только потому, что показывают себя, какими они есть, открытыми, и не боятся о себе заявить. Наверное, странно что-то говорить такое, очень уверенное в себе, если ты не можешь это подтвердить потом делами. Это странно. А если ты можешь подтвердить, то пожалуйста, что как угодно говори. Вот Ибрагимович говорит какие-то эффектные фразы, и после этого идет подтверждение тем, что он там забивает в 39 лет сколько голов. Класс же. Он превратил это в бренд. Он превратил это в бренд. Дмитрий Бажанов, не отступайте от своих принципов, не слушайте никого. Едем дальше. Дмитрий Беляев из города Великий Новгород. Не нижний, не верхний, а Великий. Великий Новгород. Вот его запись. Внимание. Этот господин, я имею в виду Василия Кикнадзе, вне себя отчасти понимает, что деньги, вложенные в игрока сборной Кабо Верда, начинают себя оправдывать. Лысина Марку Никулича никаких эмоций не выражает, в отличие от лица Александра Белинова. Как же так, Александр, давайте на повторе разбираться. Дмитрий Беляев, как мой папа, учитель физкультуры. Так. Представляешь? Учитель физкультуры. Как ты думаешь, а какие еще профессии есть смежные с комментаторскими? Вот он, он же не только ведет урок, он еще и комментирует там, Вася, Вася, быстрее, да, там, Игорь, сегодня норматив, сегодня хуже, чем в прошлый раз, сегодня выглядишь неважно. Ведь комментаторы тоже то же самое говорят. Ну, это все-таки какие-то смежные профессии. У физрука, у стандартного, если мы берем физрука, мы не знаем, какой физрук конкретно, вот Игорь, да, по-моему. Ну, не у тренера сборной России, а у конкретно, да? Вот, видишь, как ты жестко подъерихонил Станислава Салановича, что становится по трендам в последнее время. У физрука... И он сейчас такой... Как же так? Сейчас дозвонится нам в эфир. Кто-то из них... Дозвонится прямо нам в эфир. Он скажет, кто-то из вас точно позов. Нет, он скажет, молодой человек, как твоя фамилия. Вот так. Я не знаю, как у физруков вообще, но у стандартного физрука не такой большой, как мне кажется, лексикон. Хотя, в любой профессии наверняка есть представители, в которых все хорошо и с лексиконом, и с мировоззрением. Я думаю, что из любой профессии можно прийти в любую, если у тебя есть склонность и желание. И в сумме эти два фактора должны тебя привести к успеху, потому что, ну, номинально, наверное, какие-то профессии, например, преподаватель где-нибудь там в универе или еще человек, который привык выступать перед аудиторией. Ну, склонность к комментаторству наверняка у него может быть. Ну, всякие дикторы, это понятно. Какие еще профессии? Может строитель быть, например, комментатором? Да легко. Главное, фильтровать речь в какие-то моменты эмоциональные. Да. Ну, кстати, лексикон, вот этот профессиональный лексикон, он невероятно интересный. Мне кажется, им можно разнообразить обычный репортаж, потому что я сколько раз слышал от людей из этих простых профессий, которым много как раз говорить не надо, как они емко формулируют простую фразу. Абсолютно верно. Может, что-то новое привнести точно может любой человек из любой профессии. вот прикладываем, опять же, на комедию, ценятся люди, у которых есть свои какие-то фразочки харизматичные, своя какая-то подача уникальная. И профессия может, например, получение высшего образования, как прибавить таких фразочек, так и сковать тебя. Как это тебя повлияло, надо смотреть на практики. Поэтому я не думаю, что какие-то профессии специально подготовят тебя к профессии комментаторов. Мы сейчас обратимся к Дмитрию Садылко из Москвы. Что здесь было? Ой-ой-ой, Вячеслав Грулев. Ну, это ж не UFC все-таки, да? Надо как-то локоточки-то прибирать. Явно желтая здесь напрашивается. Ух ты, боже мой. Иван Карпов в крови, просто как будто там в темном переулке Тони Фергюса нас встретил. Смотри, Дмитрий Садылко не просто комментатор, он лингвист, он владеет несколькими языками. Он, помимо всего прочего, перевел книгу Златана Ибрагимовича на русский язык, Неймара тоже на русский язык. И в целом, мне кажется, что вот это очень круто. Дело в том, что Георгий Черданцев, например, в совершенстве владеет итальянским. И как переводчик приходил когда-то на НТВ. Дмитрий Садылко, когда приедет, я хочу у него выяснить, как вот он, как так вышло, что он стал переводить и потом потом еще и попал вот в эту сферу. Я очень надеюсь, что его его работа будет по достоинству оценена. По крайней мере, в финал он в финал он попал. Получается, как же взаимовременно у него карьера. Только тот стал тренером, а этот соответственно, комментатором. Возможно, возможно. Но у него тут много всяких этих судьбоносных переплетений, как вот и у Ильи Рожкова. Но его судьба просто выбросила в финал, а в остальном его карьера развивается довольно логично для второго десятилетия 21 века. Вот смотри, когда чаще всего, когда спрашивают, что нужно, чтобы стать комментатором, куда поступать, никуда не надо поступать. Нужно просто о себе заявить, много читать. Я всегда это говорю, всегда говорю одно и то же. Платформ для того, чтобы о себе заявить, достаточно много. Это и YouTube, это и блоги, например, на Спортсе, да, или как-то еще, не знаю, есть в конце концов Instagram, есть Telegram, есть что угодно. Короче говоря, просто дай о себе знать, и там кто-нибудь обязательно увидит. И вот Илья Рожков воспользовался этой опцией, и у него свой YouTube-канал. Так о нем и узнали. Вот какую запись прислал нам Илья. Пытается провести замену Доминика Тедеско, это ему не позволяют сделать, из-за этого он агрессирует. Привыкли уже видеть его вот в таком обличии. Я бы тоже на месте Доминика Тедеско, если бы мне не позволяли заменить Александра Кокорина, агрессировал. Ром, вы же, вы с Димой вообще не ассоциировались с футболом какое-то время, а потом Бэмс пришли в футбол при помощи как раз YouTube-канала. после КОС подписывайтесь. И да, после КОС подписывайтесь. И вдруг футбольная аудитория вас как-то очень легко приняла. Ну, то есть, не было такого, они комики, они из ТНТ, они стентаперы, они, что они лезут в футбол? Все это произошло очень быстро и как-то легко. Ну, не скажу, что прям так легко. В чем феномен? Не феномен, а фишка так называемая. Мы и задумывали это, и это в итоге как будто бы, наверное, и сработало, что мы все давно увлекались футболом. Я говорю, я с пяти лет футбольный болельщик, в какой-то момент даже думал делать карьеру условно футболиста, потому что до 16 лет занимался даже в секции, правда. Не скажу, что сейчас объективно у меня были какие-то шансы. Мы давно приходим там в офис, то есть в юмористической тусовке есть большое количество людей, которые следят за всеми результатами, которые серьезно любят игру под названием футбол. Каждый по-своему, каждый, кто-то там чемпионат Англии больше, любит футбол, вот так вот скажем. Неважно, какую его часть. Мы давно заметили, что вот этот формат общения в курилке или у кулера, или в принципе в кабинете сидя, обсуждая последние новости, он рабочий с точки зрения того, что не профессионалы о футболе, а просто вот как по-мужицки мы высказываем свое мнение, так называемое. Мы взяли за основу вот этот формат душевное общение про футбол понятным языком. Я был у вас в гостях, мне очень понравилось. Мы тоже кайфанули. Было приятно поговорить от того, что можно в целом поделиться, во-первых, поделиться мнением, а во-вторых, что это мнение может найти такую, оказывается, такую широкую встречную реакцию. Да-да-да, мы людям используем закуситься. Когда все вдруг, дело даже не только в вас обоих, а еще и в людях, потому что этот ролик, судя по, он, во-первых, поцитировался, а во-вторых, он оказался одним из самых просматриваемых. Прикольно. Возможно, дело не во мне, а в Черчесове, но мне все равно было приятно, что вы на такую же вотрепущую тему позвонили меня. У нас всегда получается хороший выпуск, когда у нас получается с гостем быть корифанами в обсуждении. Ну, корифаны, мы сели и обсуждали. Илья Рожков получает от тебя вот такой совет. Нужно быть корифанами с тем, кого ты зовешь. Отлично. А вот Михаил Кравченко, например, столкнулся с очень непростой жизненной ситуацией когда-то давно, и это вынудило его поменять мечту. И давайте мы послушаем Михаила Кравченко из города Владивостока. Довольно неплохо контролирует мяч Белоглубы на своей половине поля. Ордис очень грубо ошибается. Ордис, перехват, Чалов, может получиться крайне острая атака. Кучаев удар поворотом и великолепные действия Антона Шунина. Спасает капитан свою команду. Смотри, кроме Константина Генича бывших футболистов комментаторов нет. Я имею в виду профессиональных футболистов. Да, есть же в качестве второго часто зовут какого-то футболиста. Да, но это не комментатор, это эксперт. Он как бы разбирает эпизоды. А вот именно комментатор, который ведет игру, как Костя, который играет словами, у которого русский язык. Почему именно только Костя по-настоящему запомнился и Владимир Маслаченко? Двое профессиональных футболистов. Маслаченко великий, Константин великий для Перми футболист. Слушай, у этого несколько причин. Первая, как будто бы очевидная, кажется, не все футболисты хорошо, у них хорошо поставлена речь, скажем так. А вторая, наверное, ты так присыщаешься футболом, что, наверное, не все футболисты профессию комментатора рассматривают как о, прикольно, я бы точно попробовал. Наверное, так. Потому что какие-то причины, по которым профессиональный футболист в рынок профессионального футбола должен регулярно выдавать комментаторов, я не особо вижу. Я знаю, что есть пример Гарри Линекер, Гарри Невилл, Мак Каллистер, по-моему, из Шотландии комментируют. Везде, 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 и в Германии, и в Англии, и в футбольных странах, если ты заканчиваешь карьеру, ты идешь работать комментатором. Я работал в матче Сивилия-Спартак со стадиона Рамон Санчес-Песхуан. Рядом со мной сидел Андрес Палоп, легендарный вратарь Сивилии. И он был комментатором. Он комментировал, он прям ввел игру. А кого ты вот вспомнишь из закончивших, кто мог бы комментировать? Ну, Аршавин, да, мог бы? У него так... Аршавин, Савин. Савин, да. Я думаю, Женя Савин вполне мог бы комментировать. Ну, он и комментирует, но все равно это немножечко не так. Ну, Савин выбрал более... Костя Генич ведь начинал с самого начала. Он был прям, он прям монтировал сюжет и сидел, то есть он придумывал тексты, то есть он делал все с самого-самого начала. Нет, он был у нас в гостях, и я оценил, что у него как поставленная прикольная речь у Генича вообще. Такой у него голос очень прикольный и оперирование фактами. Он точно не угадал с профессией, короче, вот так он точно. Итак, дальше Наталья Береговая из Симферополя. Мне кажется, человек с фамилией Береговая обязан быть откуда-то, где есть море. Я только хотел сказать, что ты обязан быть в Севастополе, получается, а не в Симферополе. В Севастополе. Ну, в Симферополе тоже есть море. Ром, очень простой вопрос. Сейчас мы послушаем Наталью, а потом я его тебе задам. Какая ошибка! Чалов! Передача на Влашича Евгений встрахует отскок, Кучаев бьет, и Шунин спасает ворота. Кучаев злится сам на себя, а Шунина благодарят сейчас партнеры по команде. Действительно, важнейший сейв делает на 14-й минуте. Смотри, как ты думаешь, какие виды спорта подходят девушкам, чтобы их комментировать? Так, мы зашли на сторону сексизма, феминизма и так далее. Сейчас тебе... Я не... Сейчас тебе напишут. Я в этом плане, естественно, олдскульный. Наверняка мои представления о жизни изначально переполнены сексизмом и так далее. Я не считаю, наверное, что каким-то видом спорта девушки не могут заниматься. Легко могут и в футбол играть, и в хоккей. Другое дело о том, что новость о том, что они хотят зарабатывать столько же, сколько мужчины футболисты, ну, меня вызвало кое-какую ответную реакцию, не разделяющую их точки зрения. Тут нету никакого сексизма, тут речь чисто в экономике. Но... Да, это правда. Ну, это позиция мне близка, что, типа, собираете столько же зрителей, привлекаете свои интересы, создаваете интересы в аудитории, собираете столько же зрителей на стадионе и будете столько же получать, что называется. Теннису это удалось. Теннису это удалось благодаря Билли Джен Кинг, которая выиграла матч у мужчины и таким образом заявила о равноправии, причем на практике. Ну, тут прикол в том, что девушки сейчас приходят во многие профессии, которые долгое время считались просто мужскими, но футболом не увлечены столько женщин, чтобы женщины условно собирали там своих, там, скажем, на стадионе или перебарывали все сексистские представления мужчин об этом и мужчин на своих стадионах собирали. Но я не против, чтобы играли. Я без негатива смотрю и на женский футбол, хотя там вряд ли я буду смотреть какой-то матч, потому что мне особо там заходит. Но это вполне могут играть. А изначально там женские виды спорта как таковые, как кажутся. Это там, наверное, фигурное катание, да, гимнастика, какие еще... Синхронное плавание, наверняка. То, что очень красиво, да? То есть то, что очень красиво, да? Футбол брутален, хоккей слишком брутален, регби — это очень страшно, ММА. Кстати, вот наша предыдущая конкурсантка, Анастасия Гундерова, она сказала, что с удовольствием покомментировала бы ММА. Это тоже очень модный вид спорта. Я, к сожалению, не особо сторонник, не особо слежу за результатами. Тут прикол в том, что это склонность, я имею в виду, что типа больше будет у тебя по течению, условно, ты будешь идти по положительному, если ты будешь участвовать как девушка в этих видах спорта. Просто футбол имеет свой ресурс женский. Ну, я имею в виду, что ты соберешь, но не соберешь матч по женскому футболу, скорее всего, там полные 50 тысяч, например. Потому что он просто медленнее. Да не потому что медленнее, но и медленнее, и в принципе, что у девушек другие интересы. То есть, даже если это будет супер принципиальный матч, наверняка любая девушка, как зритель, выберет что-то другое, потому что футбол ей просто неинтересен. В массе своей. В массе. Никита Борискин из города Саранска. Я был много раз в городе Саранске, и вот как он комментирует. Мирзов приближается к воротам. Передача на партнера. Здесь идет борьба. Идову. Идову! А я говорил, что еще есть время у Хима. К Брайан Идову. Гол! Забивает дебютный мяч. Знаешь, какое у меня главное впечатление о городе Саранске? Ненужность стадиона? Это два. А раз, это когда я комментировал на старом стадионе старт. Там есть комментаторская кабина, которая проклята. Вот у нее есть такая легенда, проклята. Например, Дмитрий Шнякин комментировал однажды голым, потому что там была 40-градусная жара, он весь потел, и ему пришлось раздеться, чтобы как-то сохранить человеческую температуру. Я почему-то представил сразу фрагмент из фильма Эйс Вентура. Ужаснула моя история. Я сидел себе, комментировал матч Мордовия-Уфа. Это было 6 лет назад. И вдруг, ни с того ни с сего, открывается дверь в комментаторскую кабину, и заходят люди в спецовках. И один из этих людей вдруг спрашивает, мы сейчас будем заносить конусы. Я такой, какие конусы? Ну, естественно, я отключил гарнитуру. Если послушать этот матч, то можно увидеть, как я время от времени замолкаю на 2 минуты. И в этот момент вносятся конусы. В этот момент не просто вносятся конусы, они еще разговаривают там на каком-то своем языке, и поэтому это было очень странно. То есть, вне зависимости от того, согласен я или нет, видимо, конусы бы все равно стали появляться в моей комментаторской. И реально куча людей в спецовках просто заносила дорожные конусы и ставила их прямо у меня за спиной, а потом они накрыли брезентом это все. То есть, во время матча Мордовия-Уфа, чемпионат России, заявление Валерия Газаева. Возможно, это было самое интересное событие этого матча. Это очень возможно. Мордовия-Уфа не самая сильная миссия. Я просто к тому, что потом я задумался. Вот я шел со стадиона и думаю, вот Валерий Газаев, это примерно в те времена было, когда он говорил, что нужен объединенный чемпионат. 400 миллионов долларов должны стоить телевизионные трансляции. То есть, все это он рассказывал, рассказывал, а у меня во время матча Мордовия-Уфа заносили в комментаторскую дорожные конусы. А Шнякин комментировал голым. Вот что, если только туда поставить камеру, только тогда, может быть, это стоит 400 миллионов. участник, но не в последнюю очередь, он просто последний по списку, не последний по значению, я имею в виду, Булат Салимгареев из как раз высшего обогранного города Уфы. Вот его запись. Ларсан выигрывает борьбу, Глушакова пас в разрез, и дома не успевает, Мозес может четвертый забивать, Лантратов, Ланта Тита отбивает удар нигерийского легионера Спартака, который проводит свой дебютный матч. Как правило, в провинции люди болеют за свою команду, да, Support Local Team. Ты же болеешь за факел? Или уже, скорее, ржешь на них? Слушай, я никогда не болел за факел прям сильно так пристально, в какой-то момент, когда я поступил в универ, в Воронеж переехал, естественно, начал ходить на матчи и поддерживать, потому что действительно должна быть какая-то своя местная команда, но я за очень долгое время до этого начал болеть за Спартак, когда еще даже не понимал, что общий город Росуш в Воронежской области находится, мне кажется, и существование такой команды, как факел, не подозревал. Какая-то часть души, естественно, я радуюсь, когда факел выигрывает у кого-то, но, к сожалению, конкретно в Воронеже этот процесс поставлен так, что это факел не хочет уже много десятков лет делать шаг вперед. В 90-х они попытались это сделать, они попадали в высшую лигу, но они выше 13-го места не поднимались. И, соответственно, когда процесс не идет так вот вперед, то увлечься им, если ты до этого не увлекался, сложно. Тем более, что я еще и переехал из Воронежа, поэтому факелу я желаю успехов и, наконец-то, в таком классном городе, как Воронеж, в котором обожают футбол, чтобы сделали команду, которая соответствует амбициям населения, хотя и амбиции в последнее время, мне кажется, уже даже давно снизились. Но факел должен играть, как мне кажется, в премьер-лиге, просто надо грамотно подойти к вопросу. Про комментаторов говоришь, я точно помню, что по какому-то, вот по России, там, один или какой-то канал, не помню, перебивали воронежской трансляции Игр Факела, и там был комментатор, насколько я помню, его звали Игорь Провольнев. Игорь Провольнев, у него даже харизма, какая-то, была, он так все время комментировал, команда факел в атаке, удар, мяч пролетает мимо, и там, и так далее, там, а, еще был, вот, еще был тип какой-то, блин, ну прям, вот, короче, есть вот дедушка, типа, как Орлов, да, который, как дед, вот, комментирует, а там был, Кирилл Дементьев, когда состарится, по-моему, так будет говорить, он говорил, мяч установлен на центральном стадионе прав союзов, вот, так все время вверх уходил интонации, и команда факел в атаке, вот, как, ну погоди, был, помнишь, когда тоже какой-то там комментировал тип, вот, советская школа, как же его звали, блин, он такой смешной был, классный вообще, не помню, к сожалению, не вспомнил, наверное. Ну, а попрощаться, я хотел бы словами классика Бориса Аболина. Косицын, спасибо. Это был подкаст конкурс комментаторов, смотрите нас, а нет, вы ничего не сможете увидеть, но слушайте в любом случае, когда выйдет следующий выпуск, впереди еще куча интересного, и главное, финал, где мы объявим победителя нового конкурса комментаторов на Матч ТВ. Кто-то получит порцию хейта уже непосредственно в эфирах от вас, а пока ждем этого счастливчика. Счастливо! Подпишись, и ты не пропустишь следующий эпизод этого подкаста.